Хаширама с ужасом смотрел, как по его кунаю, который только что остановили, текла тёплая и липкая кровь. Она, осторожно стекая, заливала зелёную траву ярко-алым цветом, заставляя мальчиков со страхом смотреть друг на друга и на неё. Куная бывших друзей были прямо перед самым сердцем друг друга, но их крепко сжимала в руках девушка, трясясь от напряжения. Её ладони были разрезаны лезвием почти до костей и именно из них лилась красная густая жидкость, а боль в руках давала знать о том, что она ещё жива. Что, сколько горечей было в голосе Узумаки? И сколько боли за своих когда-то друзей? Но она не плакала. Блондинка очень сильно была злая и её ярость была безгранична. «Что вы делаете?» Элай, Дефис еле слышно прошептал Хаширама одними лишь губами. Он ещё не знал, кто она, ведь Мадара ничего ему не сказал, но теперь он был в полном шоке, совсем не ожидая такого поворота. «Ты?» Зло прорычал Учхай и отпрыгнул в сторону, забирая из её рук своё оружие. «Зачем ты пришла?» Испуганно воскликнул Синджу. Ведь он думал, что всё к лучшему, если она не придёт и не увидит его позор. «Вы же были друзьями?» Горько выдавила девушка, глотая слёзный ком, который застрял в горле. «Да как же вы могли тогда до такого докатиться?» «А как же ты?» Закричал Мадара, тыкая в неё пальцем, видя, как в её глазах снова появились слёзы. «Да?» «Как же он мог?» «Это все из-за тебя. Она тут ни при чём». Начал защищать её Хаширама, но тут же отступился, делая шаг назад, потому что теперь увидел её волосы. Длинные блондинистые волосы, заплетённые в косичку. Прямо на глазах от самых корней они становились красными, абсолютно доказывая свой клан. «Л». Прошептал Синджу, округляя глаза от ещё большего шока. «Элайя?» «Что?» С вызовом спросила девушка, а от злости волосы становились дыбом. «Что?» Яростно переспросила она, видя ужас в его глазах. «Узумуки». Неверя вслух произнёс Хаширама, пытаясь убедиться, что это действительно так. «Да, я Узумуки». Гневно выпалила она, показывая пальцем на себя. «А то Синджу. А то Учхо. А потом и в них. Я же это всё с самого начала знала». «Элайя перестала обращать внимание на ничего не понимающих взрослых, которые, казалось, сейчас, ничего не могли сделать, смотря на разборки детей. Знала. Но я же молчала. Из её глаз потекли слёзы, которые раздражали и бесили её ещё больше, ведь Узумуки их ненавидела. Просто ненавидела, но плакала. Постоянно плакала, как самая маленькая девочка. «А вы?» Её голос дрогнул, а парня выронили из рук оружие, не понимая, как и вправду до такого докатились. «К, как же деревня?» Элайя сильно дрожала, обнимая свои плечи кровавыми руками и оставляя следы надежды. А Хакаги, Узумуки обнадёживающе посмотрела на Хаширому, который тут же стыдливо отвернулся, пряча глаза. «Ай!» Её голос слёзно оборвался и она тут же посмотрела вверх, чтобы слёзы не выливались из глаз, но боль, что прокатывалась волнами по телу, не давала им остановиться. «Ай!» «Как же мы?» Она грустно посмотрела на Мадару, который, плотно сжав губы, смотрел в её блестящие от слёз глаза, слушая плачущий девичий голос, просящий все вернуть. Ему тоже было жаль, жаль, и именно поэтому, видя её, он уже хотел было согласиться. Крикнуть ей, что согласен. Что он тоже об этом до сих пор мечтает. И уже было открыл рот, чтобы рассказать ей всё, что он чувствует, но его остановили. «Не надо, Мадара!» На плечо мальчика легла тёплая рука его младшего брата, крепко сжав. «Она тебе врёт!» И Зуна развернул чеху в свою сторону, чтобы тот очнулся от этого глупого сна. Мальчик не хотел отпускать брата, ведь они оба даже не прожили долгой жизни, видя только войну, в которой клоны убивали друг у друга, растерзав все понятия любви, дружбы и мирных союзов. Этот мир давно прогнил, не оставляя никому и шанса на то, чтобы жить хорошо и по-настоящему любить. «Брат!» В глазах Изуны Мадара отчётливо увидел грусть и мольбу. И он понимал, ведь что бы ни случилось, его братик важнее какой-то там изумуки. И поэтому, Учхо, снова, да боли же мои кулаки и чувствуя, как пальцы впиваются и раздирают кожу, повернулся к друзьям спиной. Он не хотел, чтобы кто-то из них сейчас видел сожаление на его лице. Не видел той скорби, и они бы не узнали, какой он на самом деле трус. «Мадара, прошу тебя!» Парень чувствовал, как Элай смотрела на него. Смотрела уже ему вслед, но все ещё упрашивала, не теряя надежду на его возвращение. Она нет. Но зато он уже потерял. Поэтому Мадара не дал ей договорить, прекращая весь этот её детский лепет о дружбе, клане, деревне и всего остального. «Я ухожу», — громко объявил Учхо, стараясь сделать всё, чтобы его голос не дрогнул, а был злым и мрачным. «Ведь мне больше нечего делать с теми, кто своим существованием загрязняет окружающую среду». Хаширома с удивлением посмотрел вслед исчезающим за кустами Учхо, а потом тяжело оглядел Элайю, которая упала на колени, прямо на дно речки. Она больше не дрожала. Не плакала. Только смотрела туда, где они скрылись. Син-Джу слышал, как его звали брат и отец, но он не мог отвести взгляд от девушки, которая медленно начала поворачивать голову в его сторону. Но в её глазах. В её прекрасных темно-фиалковых глазах парень ничего не увидел, кроме печали. Пропал её завораживающий блеск. «Даже, казалось, что они стали какими-то пустыми». Хаширома знал. Он понимал, что она у Зумуки. У Зумуки, которую надо убить, но не мог даже пошевелиться. И Син-Джу догадывался, что она смотрит не на него, как бы ему этого не хотелось. Элайя смотрела куда-то сквозь его тело, прямо в душу, отчего становилось ещё хуже. Девушка совсем не соображала. Ей было очень плохо, и она чувствовала, как отключается, ведь перед глазами все потемнело. Единственное, что она видела, был Хаширома, который презрительно смотрел на неё, тоже уходя всё дальше. У Зумуки знала, что они все её просто пожалели. Пожалели, потому что она всего лишь девчонка. Элайя, качаясь из стороны в сторону, тяжело поднялась на ноги, на которых было просто невыносимо стоять. Из прорезанных ладоней все ещё текла кровь, и боль неприятно отдавалась во всех частях тела. В глазах снова защипала, поэтому она поторопилась дойти до берега, но споткнулась об камень, больше ничего не увидев. Ведь появилась лишь чернота, в которой бесконечно проливалась яркая алая кровь прямо в её ад. Место встречи изменить нельзя три года спустя. Эй, Мадара! Прошло долгих три года, с тех пор, как они начали враждовать друг другом ещё жеще и ужаснее. Клан Учхо, Синджу и Узумуки. Никто из них сейчас даже не представлял, сколько времени пролетело с момента их ссоры. С последних хороших дней в их жизни. Мадара и Хаширама время от времени встречались в бою, бесконечно выясняя отношения, пробуя на себе силы друг друга и стараясь просто убить. Но это было почти невозможно. Сейчас им обоим было по 16 лет, и с годами они всё больше совершенствовались, становясь всё сильнее. Но ни Учхо, ни Синджу не знали, кто из них сильнее, ведь каждый раз было что-то, что отвлекало от боя то одного, то другого, создавая ничью. И этому парни были совершенно не рады. Мадара всегда считал, что единственным его соперником был только Хаширама, но в последние годы эта уверенность слегка упала. Некоторые выжившие ниндзя рассказывали, что видели саму смерть, которая их пожалела. Шиноби поговаривали, что это был самый, что не есть настоящий волшебник, на которого был накинут плащ до колен, развивающийся на ветру. И он пользовался не техниками, а магией. Точнее темно-фиолетовыми отражениями, в которых блестели маленькие звёзды, словно это была ночь. Но однажды один старик разрушил все эти легенды. Он был единственным, кто остался в живых, вернувшись после огромного разгрома его команды, которую отправили на важные задания, связанные с кланом Музумаки, и рассказал свою ужасную историю, которая напугала молодых Шиноби. В тот самый роковой для учих день, он видел смерть своих товарищей прямо у себя на глазах. Видел, как всего один человек расправился с огромной группой ниндзя всего за какие-то секунды, побеждая всех. А потом просто подошел к испуганному старику, который пал на колени, не в силах больше стоять, высокомерно усмехаясь. «Ты будешь жить». Тогда, впервые, таинственный убийца заговорил, приводя своим голосом старика просто в ужас. Он наставил катану прямо к его горлу, угрожая, и тем самым объясняя, что будет, если мужчина сдвинется с места. «Кто ты?» Старик пытался потянуть время, ведь тогда бы подошел отряд Мадарны и просто прикончил его, но незнакомец не ответил. Мужчина лишь увидел фиолковые глаза, которые словно смотрели ему в душу и затягивали прямо в бездонное болото своей силой. «Но ты будешь жить с виной и за плечами». В этом взгляде старик разглядел коварную усмешку, от которой он еще больше дрожал, впадая в панику. Но не это его морально убивало, причиняя адскую боль. «Ведь ты не смог никого спасти, но остался в живых». Хуже и страшнее всего была его улыбка. Убийственная улыбка, которую он запомнил на всю жизнь, не в силах забыть, ну, Мадара. Снова послышался раздраженный голос за спиной у парня, выводя его из своих мыслей. Учиха спокойно выдохнул и повернулся к брату. «Чего тебе?» Старший брат был явно недоволен тем, что Изуна отвлек его от мыслей, которые так давно беспокоили. Узумаки совсем рядом, объяснил ситуацию младшенький, хоть он так уже и не выглядел. За последние годы парни очень повзрослели и возмужали из-за этой дьявольской войны, поэтому сейчас он и вправду не выглядел как младший брат, чего Мадара совсем не мог принять. Да и отец вызывал. Отец, задумавшись, вздохнул Учиха и оглядел просторы теперь забытого каньона, где когда-то он хотел воплотить свои мечты. Сегодня приедет делегация из клана Хьюга, напомнил братик, смотря на широкую спину старшего, за которой он следовал всю свою жизнь. И понимал, какой же был дурак, раз остановил его тогда от выбора, сбив с пути. С его пути не нельзя. И тебе нужно будет заключиться? Я знаю, резко оборвал его Мадара, заставляя замолчать. Он и вправду знал, именно поэтому не хотел даже ничего слышать. Его отец когда-то решил все за него, и заварил кучу проблем, из-за которых парню, теперь, приходилось вступать в союз с девушкой из клана Хьюга, заключая мирный договор. Но он не хотел следовать этой дурацкой воле, ведь он не любил ее. Да и даже не собирался. Ему легче было сдать все эти обязательства и повесить на брата, но Учиха же хотел в будущем стать лидером. Абсолютным и великим лидером, кому никто не сможет сказать ни одного слова против. «Мы ждем тебя», — крикнул напоследок удаляющийся из уна, не собираясь оставаться наедине с Мадарой, прекрасно понимая, что тот хочет побыть один. Учиха не стал дослушивать бурчание брата и просто расслабился, хотя кое-что ему не давало покоя. Парень с шумом втянул в себя воздух и активировал шаринган, насмешливо усмехаясь. «Здесь кто-то есть». И он это знал. «Что ты делаешь?» Этот девичий голос был полон возмущений и даже удивлений. Девушка, которая воскликнула, держала за руку свою младшую сестру. «Я не отпущу тебя». Ее ярко-красные волосы даже чуть подмялились дыбом, намекая сестренке на то, что она получит, если уйдет. Но, Ильяна, недовольно начала оправдываться девушка помладше, стараясь вырвать свой локоть из ее цепких пальцев. «Туда отправили наш отряд». «И что?» Еще больше возмутилась Узунки, вызывающий посмотрев ей в глаза. «Это не значит, что сегодня я дам тебе участвовать в бою». «Да что ты несешь?» Илья обиженно сжала губы. Ей действительно было не все равно на тех Шинобе, которые ушли вместе с отцом, и она собиралась их найти. «Если отец собирался отдать статус лидера тебе, то должна идти ты», – блондинка грубо вырвала свою руку и горько усмехнулась. «А не я». Ильяна хотела бы еще много чего сказать, но Лайя совсем не собиралась выслушивать бред сестры, которая была самой настоящей трусихой. «Но… я собираюсь защищать наш клан». Дерзко перебила ее младшая Узунки, смотря точно ей в испуганные глаза. И усмехнулась. Сколько гордости проскользнуло в ее усмешке, которая случайно появилась у нее на лице, а потом девушка и вовсе отвернулась. «А ты?» Ильяна потянулась к сестре, чтобы остановить и рассказать, почему все так. Но она не успела. Сложив знак дюцу, Элайя испарилась прямо в воздухе, оставляя после себя лишь облако пары и перемещаясь недалеко от дома, возле большого дерева, с которого открывался прекрасный вид на скалу и на… двух юношей. Перепрыгнув на ветки поближе Узунки любопытно прищурилась, напряженно вглядываясь в незнакомые фигуры. Девушка подошла еще ближе, вплотную подбираясь к скале и уже почти слышала разговор двоих. «Сегодня приедет делегация из клана Хьюга и тебе нужно будет заключить со», – Элайя вытянулась вперед, желая услышать больше и чуть не упала с ветки от услышанного. «Если Учиха заключит мирный договор с Хьюга, то это будет просто катастрофа. Я знаю. Этот голос, этот знакомый, но уже по-настоящему мужской голос, заставил Узунки вздрогнуть, вспоминая когда-то прекрасное время. Девушка прикрыла рот ладошкой, чтобы ее бы не обнаружили, но уже было поздно. Мы уходим». Закончил разговор один из них и ушел, оставляя Учиху, который как-то напрягся, выдавая то, что он уже обнаружил ее. Юнла повернулся прямо в ее сторону и смотрел куда-то сквозь. Он ее не видел, но точно ощущал какой-то сгусток чакры, что была вокруг нее. В это мгновение, Элайя ощутила, как в воздухе огромными потоками собирался чакра, которую поглощала Учиха, набирая сил. Девушка хитро улыбнулась, надевая на голову капюшон, скрывая блондинистые волосы, заплетенные в длинную косу, достающую теперь до самых колен. В глазах у Зумаки горели искры радости, ведь наконец-то нашелся кто-то ее уровня, а не только Синджуха Ширама, с которым она сражалась несколько месяцев назад. И в эту секунду Элайя исчезла, оттолкнувшись от ветки и ринувшись навстречу к нему. В сторону Мадары, который когда-то бросил их мечты. Учиха с шумом втянул в себя воздух и активировал шаринган, высокомерно усмехаясь. Здесь кто-то есть. И он это знал. Он смотрел точно в сторону врага, который уже какое-то время наблюдал за ними, не нападая, что было очень странно. Но, как только Мадара почувствовал чье-то приближение, со звоном вынул катану из-за пояса, с легкостью отразив удар, который будто мол не поразил бы его сейчас, не успеем защититься. Перед ним однозначно был шиноби с невероятной мощью, который заставил парня сдвигаться на пару метров назад, хотя тот напал на него только с обычным кунаем. Прямо перед собой, держа одной рукой оружие, а вторую отпустив, что очень удивило Учиху. Незнакомец одной рукой совершил пару техник на пальцах и запустил огромнейший поток ветра, который сдвинул Мадару еще дальше. Увернувшись от еще из толпа воды, взявшегося из ниоткуда, парень отпрыгнул в сторону, формируя несколько огромнейших огненных шаров, которые однажды спалили целый отряд шиноби сенджу. Это уже не была та маленькая струйка огня, теперь он выпустил мощнейшую волну, оставившую после себя кратер на ближайшую сотню метров. Учиха довольно усмехнулся, понимая, что теперь его врагу никуда не деться. Но, когда огонь рассеялся, его улыбка пропала. Мадара не увидел тлеющее тело, даже уже обгоревшего трупа и его это расстроило. Перестарался, самокритично усмехнулся парень, как будто обвинив себя за то, что ничего не оставил после волны огня и повернулся спиной к этому происшествию. Какой высокомерный! Радостно воскликнул незнакомец, который все это время стоял за его спиной и со всей дури одним лишь кулаком заехал ему в живот, отталкивая еще дальше. В самый последний момент Мадара все же успел подставить руку для защиты, хотя совсем не ожидал этого удара. Крысеныш грубо обозвал его Учиха, не понимая, почему ему совсем не больно, хотя он отлетает так, как будто его сейчас убьют. Теперь парень начал оценивать противника со стороны. Капюшон белого плаща до колен закрывал лицо и почти все тело, поэтому Мадара не мог понять, кто это был. Но улыбка на лице незнакомца была очень пугающая и до странного знакома. Как вдруг в его голове что-то щелкнуло и на него целыми потоками хлынули воспоминания, которые мешали трезво мыслить. Он думал только о их троице трехлетней давности. Это было очень странно, ведь Мадара скрыл глубоко в своем сердце все воспоминания с ними, чтобы не делать больно ни себе, ни брату. Но сегодняшний день стал особенный. Но, почему? Все было честно, усмехаясь, возмутился незнакомец, отбросив в сторону ненужной куны и понимая, что он больше не пригодится. На мгновение Мадаре показалось, что он его знает, но эта мысль сразу отпала, потому что парень слышал про него только в тех сказках, что рассказывали в его клане. Стоп. Ну конечно. Учиха чуть ли не хлопнул себя по лбу, понимая какой он дурак, раз даже не подумал про это с самого начала. Это ужасающая улыбка. Парень и девушка бросились навстречу друг друга, подпрыгивая в воздух. Словно искрами отражая атаку друг друга, нападая снова и снова. Эти глаза, которые проникают в душу. Мадаре за несколько секунд поднялся в воздухе выше, чем противник, расширяя свой геном. Парень в одно мгновение соединил элементы огня и ветра, вызывая огромный ураган пламени, который он обрушил прямо на незнакомца, прижимая силы к земле. А как тебе такое? Учиха, усмехнулся Учиха, после того, как рассеялась его техника, оставляя огромный кусок выжженной почвы. Теперь-то ему точно не поздоровилось. Учиха уже хотел приземлиться на ноги, но ему в спину прилетел гигантский валун, взявшись опять буквально из воздуха. В последнюю секунду Мадаре поставил блок, превращая камень в обломки, которые в итоге посыпались на землю, но все равно почувствовал, как мелкие острые камешки оставили маленькие царапины. Когда же он успел там оказаться? Учиха был зол, но такой ход борьбы мог его различий вывести из своих мыслей. Парень успел приземлиться на ноги, смотря высоко над головой, где незнакомец молниеносно скрещивал пальцы, вытворяя непонятные техники. Мадаре на секунду в недоумении просто застыл, совсем не понимая, что происходит. В этот момент он не видел в противнике парня. У него сложилось чувство, что это девчонка. Но этого просто не могло быть. Женщины в принципе слабые существа и такой силы добиться какой-то девчонки невозможно. «Да кто ты такой?» – удивился Мадара. Это был риторический вопрос, но сколько злости он вложил в него, сколько же ненависти услышала у него в голосе Лайя, которая хотела показать ему свою новую, абсолютно усовершенствованную технику соединения всех элементов. Учиха с металлическим звоном вытащил из-за пояса к Тану, заряжая ее своей чкурой. Он собирался отразить его технику, твердо стоя на ногах и крепко сжимая оружие в руке. Но чем ближе подлетал сверху незнакомец, тем больше Мадара не был в этом уверен. Ведь глаза противника были полны уверенности в себе, хотя тот знал, что сражается с сильнейшим членом из клана Учиха, а на его губах играла улыбка. Прекрасная, но жестокая улыбка. В его руках появлялся огромный сгусток темно-фиолетовой чакры, которая постепенно начинала сверкать словно «нет». Мадара лихорадочно начал вспоминать, откуда он мог уже об этом слышать. И всего лишь за мгновенье до удара понял, почему уже знал, кто это. Ниндзя поговаривали, что это был самый, что не есть настоящий волшебник, на которого был накинут плащ до колен, развивающийся на ветру. Узума Кикаверзна усмехнулась. Наконец-то Мадара почувствует хоть что-то, а то уж больно он стал хладнокровный ко всему. И все, что сейчас происходило, придавало ей сил, которых иногда так не хватало, как будто он пользовался не техниками, а магией. Точнее, темно-фиолетовыми отражениями, в которых блестели маленькие звезды, словно это была ночь. Девушка была очень довольна, что увидела его. Девушка медленно начинала, шептала название своей техники, ведь мечтала показать, как она выросла, хотя лидером ей не стать. Дефис, со. Мечтала снова быть вместе, познала, что уже поздно. Дефис, люд. Чакра в ее руках вдвойне выросла в размерах, а свет стал еще ярче, заставляя Мадару прищуриваться, чтобы не ослепнуть. Узума Кикаверзна хотела показать все ее чувства, именно поэтому и не собиралась поддаваться. Она должна, обязана была выложиться на полную и доказать свои чувства. Настоящие чувства. Абсолют. С уверенностью вскрикнула она, нападая на Учиху, который с огромной скоростью подпрыгнул навстречу к ней. И за секунду до сильнейшего удара Мадара снова увидел улыбку противника. Но теперь эта улыбка не была жестокой. Она была теплой и доброй, прямо как тогда. В то время, когда они были вместе, сейчас у него в голове проплыло столько воспоминаний. Столько таких далеких, но прекрасных моментов. Учиху злился сам на себя, не понимая, что происходит. Уже давно его не терзали такие сомнительные и дурацкие чувства, ведь он до сих пор жалел, что ушел от них. Жалел, что не остался. А сейчас, какой-то знакомый незнакомец выводит все его запретные чувства на поверхность. Учиху хотел уничтожить его. Стереть с лица земли. И именно поэтому на кончике его катаны была собрана сокрушительная сила. А в глазах проблеснула злость, которая не желала видеть эту улыбку на лице чужака. На слова, которые прошептал противник, в конец повергли учиху в шок. А затем, мощнейшая волна темно-фиолетовой энергии, покрытая блеском, словно это были звезды, столкнулась с его холодным оружием, которое было заряжено чекрой парня. И в тот самый момент мир словно побелел, сжигая взрывом все, что было рядом, оставляя горы пепла из земли. Но эти двое не отлетели дальше десяти метров, останавливаясь и собираясь нанести последний и решающий удар. Мадара ногами затормозила об землю, оставляя глубокие полосы тянуться за ним. Наконец-то в нем проснулся азарт и радость. Злость исчезла и теперь он был рад, что сражается с таким сильным противником. Но, как только он снова поднял к тону, чтобы ударить в последний раз, то на его лице промелькнуло удивление, сменяя только что появившуюся улыбку. Незнакомец сдвинулся на несколько метров и остановился прямо в воздухе. Илчиха искренне не понял, как так можно было сделать. Но не это его поразило. Противник начал делать оборот вокруг себя и как будто, протягивая руку назад, начал брать в нее, взявшийся из ниоткуда, золотой свет, который быстро превращался в холодное оружие из тонкой стали. Мадара видел, как тот стремительно приближался к нему, целясь прямо в горло, но не мог понять, что это еще за фокусы. Илчиха, не успевая за его клинком, вдруг понял, что хочет и сможет увидеть лицо сильного врага. В одно лишь мгновение Лайя с легкостью сделала выпад, почти сокрушая Мадару, но застыла на месте, чувствуя, как Учиха разрезал капюшон ее плаща напополам. Легкая ткань, как будто пух разлетелась на ее плечи, оголяя ярко-блондинистые волосы. И тогда Мадара замер. Его сердце начало бешено пропускать удары, но он не мог этого показать. Просто не мог. Все, что он сейчас видел, была лишь ее улыбка. Ее прекрасная, вовсе не жестокая, а добрая улыбка, которая ослепляла все вокруг. Видел ее глаза. Как он мог забыть ее цвет глаз? Забыть, кто она такая? Ну что? Ее голос, словно насмехаясь, разрезал приятную тишину, которая наступила в этот момент. Узнал меня? Узумуки все еще держало лезвие перед самым горлом парня, который до сих пор не мог поверить в то, что видел. Девушке нравилась такая интересная ситуация, ведь она надеялась на то, что он ее узнает и скажет, какой сильной она стала. Скажет, что она повзрослела и теперь красавица, а может быть даже настоящая кунаичи, но... Почему он все время молчал, лишь равнодушно смотря на ее личко? Почему просто ничего не мог сказать? Узумуки улыбалась. Улыбалась ему честно и открыто, хоть и держала катану у самого горла, не разрешая ему пошевелиться. Улыбалась, хотя уже не понимала, что делать дальше. Амадара только смотрел в ее глаза. Прекрасные фиолковые глаза, которые словно светились от счастья. Учхо думал, что в этот момент время остановилось и, казалось, что это все нереально. Та плакса, которую он когда-то знал, действительно повзрослела и стала куда изящнее, чем раньше. Л. Парень не успел позвать ее по имени, потому что его кто-то варварски перебил. Элайя. Этот голос прорезался в их тишине словно из ниоткуда. Где-то из лесу кто-то повторно кричал ее имя. Но Мадара все еще стоял не в силах что-либо сделать. Узумаки нехотяя очень медленно отвернулась, попутно опуская уже светящиеся золотым блеском оружие, цепями прикрепленные к уже знакомому серебряному браслету. И оно медленно исчезало, оставляя после себя лишь удивительный, но впившийся навсегда в кожу, аксессуар. Девушка отвернулась от все еще ошарашенного парня и уже хотела убежать, как вдруг услышала, как он ее позвал. Элайя. Позвал ее по имени. И все в груди у Узумаки затрепетало от счастья. Как он вообще смог сделать это настолько чувственно? Блондинка услышала в его голосе отголосок прошлого и как будто просьбу остаться, но в этот раз она не могла. Элайя. Снова завопил голос из лесу и только теперь девушка догадалась, что это была ее сестра, которая не должна была быть и видеть их здесь вместе. Еле-еле разорвав с ним зрительный контакт, блондинка повернулась к нему спиной. Почему-то было так больно сдерживать себя, чтобы снова не посмотреть на Мадару. Чтобы не улыбаться горькой усмешкой и не видеть его пронзительный и непонимающий взгляд, направленный ей в спину. И это было правда так, ведь они не виделись столько лет, столько лет. Элайя мечтала встретиться с ним в бою, чтобы показать ее силу. Силу клана Узумаки. Силу тех, кто обязательно победит. Но теперь ей ничего не оставалось кроме того, чтобы уйти, так ничего ему и не высказав. Не сказать про то, как она сожалела, что не смогла их остановить. Как чувствовала себя виноватой во всем этом. Пару раз ей уже приходилось встречать Хаширому Синджу, но он ее не узнал под капюшоном, думая о том, что это просто очередной соперник. Но, пока, будто заигрывая с ним, попрощалась девушка. Она уходила с гордо поднятой головой, потому что верила, что Мадара тоже сожалел. Всего на секунду Элайя снова повернулась и еще смотрела в глаза Мадары, а потом с улыбкой прыгнула спиной в обрыв, широко раскинув руки. И, падая, она почему-то вспомнила, как, после боя Синджу, отец за шкирку забирал ее домой уже вне себя от злости. «Девушка мне место на войне». Глава Узумаки был действительно зол в тот момент, грубо толкая младшую дочь на пол уже в доме. Его вены на висках разбухли до ужасающего состояния, пугая старшую сестру Элианну, которая уже вот-вот бы и заплакала. А Элайя обиженно поджала губы, выслушивая этот бред от ее отца, который увидел ее битву с Синджу. «Почему я должен каждый раз говорить тебе об этом?» В бешенстве напомнил глава клана. «А почему я должна сидеть дома?» Встречно возмутилась девушка, понимая, что из-за гнева ее волосы сейчас медленно от самых корней принимают настоящий алый цвет. Так делают лишь одни трусы. Увидев это явление в который раз, глава еще больше разозлился. Ведь только мысль о цвете волос приводила его в ярость. «Да как ты смеешь?» «Смею». Перебила девушка и резко поднялась с пола, отходя на шаг назад. «Если она и получит от отца, то хоть это будет не так близко. Старшая сестра недостойна звания главы, если она даже убить никого не может». Громко завопила Илая, видя как Лиана испуганно переводит глаза то на нее, то на отца. «Тогда, может быть, этого достойно ты?» Зарычал мужчина, еще больше накаляя обстановку. «Я такого не говорила». Вторила ему его жетоном младшая Узумаки, явно нарываясь на еще худший скандал. Ее пальцы больно впивались в кожу, оставляя раны, но это была единственная возможность выпустить пар. «Правильно». В один момент глава успокоился и растянул губы в насмехающейся ухмылке. «Ведь такое отродье, как ты, не может претендовать на эту роль». Илая застыла, не в силах что-либо сделать. Разговор был окончен. Ведь мужчина поставил точку на этом, полностью вводя девушку в ужас. Узумаки бессильно рухнула обратно на пол, ударяя колени. Но он был прав. Ведь так и было. «Илая». Илая быстренько подсела к ней, озабоченно вглядываясь в ее убитое горе в лицо. Но не успела ничего сказать или даже успокоить, потому что та уже в беспомощности смотрела куда-то в пол. Старшая сестра легонько приобняла младшую. Даже несмотря на то, что та ее ненавидела, Илая сильно любила Илаю. Отец был действительно неправ, но, когда она заводила насчет этого разговор, он приходил к тому, что это ради ее же блага, ведь девушки должны смирно сидеть и ждать дома отца, брата, мужа. Сидеть и просто бездействовать. Илая она, тихо начала младшая Узумаки, вставая с пола. «Отец меня ненавидит, да». В ее взгляде было столько боли и печали, что сестра просто не могла не сказать ей всю правду, но вряд ли бы та стала даже слушать. «Ненавидит же». «Илая», — горьким прошептала старшая, отчего на губах у младшей дрогнула печальная улыбка. «Это все из-за того, что я жива, а остальной уже нет, да». Прежний блондинистый цвет волос начал возвращаться, а сама девушка приподняла рукава своей одежды, рассматривая серебряные браслеты. С годами они становились шире, но оставались такими же тонкими и непробиваемыми, поэтому девушка начала пользоваться этим. Казалось, что они были бесценны, но это было не так. Они имели много слабостей. Очень много, чего не скажешь на первый вид. Но именно из-за них, ее считали монстром, кто единственный выжил после техники запечатывания. «Я», — девушка с отчаянием смотрела на руки, которые начали внезапно трястись. «Я так ужасна, как он говорит». Но видя, как Ильяна ошарашенно смотрит на нее, Узумаки все больше понимала, что ей она ничего не скажет. «Ответь мне, сестра, это не так», — только и смогла вымолвить старшая Узумаки, опустив глаза в пол. И в тот самый день, Ильяна всегда запомнила, что ей в семье никто не верит и даже не собирался. Ее боятся. И не собираются ничего доверять. Хах. Она с самого начала так и знала. Амадара так и остался смотреть ей вслед. В его глазах блестела грусть и воспоминания, лихорадочно пробегавшие в памяти. «Деревня, Хакаги, мир целых трех кланов. Я не буду с тобой прощаться», — Учиха запрокинул голову назад и посмотрел в далекое и такое запретное до сих пор небо. «Больше никогда». Мадара ушел с абсолютным спокойствием. Но в тот день он отказался от брака с девушкой из клана Хьюга, сказав, что ни за что не жениться на той, кто слабее его во много, много раз. «Свиток предков», — в клане Учиха сейчас стоял жуткий переполох, потому что все, что происходило сегодня было невероятно странно. «Что?» — грубо переспросил Мадара, хватая за локоть мальчишку, который кричал об этом возле всех палаток, наводя панику на неготовых воинов. «Ну-ка повтори». Встряхнул мелкого Учиха. «Но, кажется, пацан был правда напуган больше тем, что происходит в долине, чем им. Узумаки и Синджус сражаются в долине». Завопил мальчишка, пытаясь вырваться из крепких пальцев, которые больно сжимали его кость. «Я лично видел». Возмутился пацан, видя, что ему не верят. «Но красных, куда меньше». Довольно объявил он, не понимая, что сейчас чувствует Мадара. Учиха выпустил мальчишку, но не смог стоять просто на месте. Элайя была в опасности. И почему-то парень в этом полностью уверен. Мадара. Позвал его из Уна, который уже собирался в бой. Но старший брат его не слушал, лихорадочно соображая, что делать. Ждать было некогда, поэтому он быстро рванул в сторону долины. «Да, постой же ты». Пытался его остановить из Уна, но тот уже не слушал. Учиха летел туда, даже не зная, что делать, когда придет в долину. Помочь Узумке, значит придать свой клан. Просто начать и убивать без разбора было еще хуже. Но ничего из этого его не остановило. Разве, что другое, чего он явно не ожидал увидеть. Мадара остановился перед долиной и ужаснулся. Он опоздал. Парень напрягся и длинно начал обходить все поле, усыпанное трупами. Сейчас, было тихо. Невероятно тихо и жутко. Когда-то зеленая трава окрасилась в ярко-красный цвет, а в некоторых местах земля была даже полностью сожжена и уже превратилась в глубокие овраги. Но не это ужаснуло Учиху. Не все эти мертвые тела, лежавшие в траве. Головы. Оторванные головы салыми волосами, собранные в одну кучу, в самом центре этой поляны. Но самым главным был единственный кол, одиноко вбитый рядом, на который была насажена голова главы клана. Мадара с ужасом понимал, что узумаки просто разделали как мясо, никого не пощадив. И, подойдя к куче совсем вплотную, к его горлу подступил отвратительный тушнотворный ком, который так и просился наружу. Это было ужасно мерзкое зрелище. Омерзительное до глубины души. Воздух весь пропах кровью. И бесконечно трепавший волос и ветер, как будто стих. Он пропал вместе со всей долиной, уничтоженной из-за этой войны. Мадара, вообщем-то, всегда понимал, что Синджу всегда были очень жестоки. Но до сегодняшнего дня, он даже не представлял насколько. Хуже всего было осознавать то, что скорее всего, глава Элай тоже была здесь. Лежало в этой кровавой куче голов, все больше отравляющие сознание Учихи. Он почувствовал себя очень плохо. Ему казалось, что почему-то это он виноват во всем. Виноват в том, что тогда отказался от идеи быть вместе. Виноват в том, что отпустил. Прости. Мадара не хотел даже думать о том, почему извиняется перед ней. Он просто дурак. Даже не смог защитить ее. Не смог даже понять. Просто... Идиот. Как же ему сейчас было грустно. Учиха тяжело выдохнул и закрыл глаза, прислушиваясь к тишине, что звенело в ушах. Что-то в ней было. Но не зловещее. А просто спокойное, обыкновенное, но в то же время бесчувственное. Птицы не общались между собой и деревья на окраине не шуршали листвой. Мадара открыл глаза и развернулся спиной к куче голов, уже собираясь уходить. Все, что можно было здесь понять, это то, что смерть полностью поглотила это место. И теперь действительно надолго. Но внезапный шорох, который раздался за его спиной, заставил напрячься. Это кто-то из выживших. Учиха начал огибать кучу убитых, держа на голове катану. Вдруг там вообще Синджу? Медленным шагом он подходил ближе и вдруг понял, что под его ногами не только кровь и земля, но еще и длинные красные, но уже срезанные волосы. Парень сразу почувствовал что-то неладное. Этого не может быть. Учиха быстро дошел до шороха и резко остановился. Сердце Мадары забилось в бешеном темпе и сжалось от какой-то боли в груди. Что за бред? Так же просто не бывает. Элая Мадара смотрела на совсем хрупкую фигурку, которая медленно пыталась доползти до кучи, еле-еле подтягивая свое тело руками. Руки девушки были крепко перевязаны веревками и причиняли ей боль. Одежда была сильно изорвана, но еще немного прикрывала некоторые участки оголенной кожи, а когда-то длинные волосы, теперь были почти черными из-за грязи и запекшейся крови. Лицо, искореженное гримасой боли, полностью выдавало ее. Но, увидев все это, Мадара почему-то успокоился. Это была не она. Это всего лишь похожая девушка, которая была из того же клана. Учиха сочувствовал, что с ней так обошлись, но она сама виновата, что полезла в бой. Поэтому, тяжело вздохнув и поняв, что ему здесь ничего не надо, парень развернулся спиной и отошел на пару метров, собираясь завернуть за угол кучи. Ты же, Мадара, да. Но это дрожащий голос. Этот странный и незнакомый голос Узумаки просто поразил его. Да, возможно, он настолько знаменит, что о его силе знают все, но тогда почему она решила с ним заговорить? Учиха подозрительно посмотрел на девушку, которая уже доползла до кучи и оперлась об нее спиной, тяжело дыша. Элай так много говорил о тебе. Мадара удивленно вскинул брови, он хотел очень много спросить, это было видно по его взгляду, но почему-то просто не мог выдавить из себя и слова. Девушка в ответ лишь усмехнулась, еще больше выводя его из себя. О тебе и Хаширами, поправила она саму себя, вспоминайте самые далекие детские дни. Незнакомка попыталась дернуть руку, чтобы хоть как-то освободиться от этой боли, но у нее ничего не получалось. Что, непонимающе прошептал Мадара. Но незнакомка даже не посмотрела в его сторону. Однажды, я проследила за ней и узнала о вас, начала рассказывать Узумаки, с самого начала заставляя Учиху беситься от ее слов. Но она даже не удивилась, когда я рассказала, кто они на самом деле такие. Девушка громко усмехнулась, вспоминая лицо Элайи в тот момент. Ведь она тогда даже посмеялась и сказала, что это круто. Только вот она попросила молчать, повторяя, что все под контролем. Девушка тяжело вздохнула, набирая сил продолжить и рассказать, что было дальше, ведь она должна была это сделать. Хоть кто-нибудь да, должен был передать Элайи важность ее существования. Она столько о вас хорошего говорила. Узумаки снова дернулась, пытаясь вырвать эти грибанные веревки, но ничего не помогала. Только доводила ее до слез. Но даже промолчала после того, как грибанные Синджу убили нашего младшего брата. Мадара не знал, почему девушка все это говорит, но из рассказа понял, что это ее родная сестра. «Я поняла, что тогда случилось, когда нашла ее без сознания на берегу реки. Но и тогда она ничего не сказала. Только плакала. Но почему она все равно ничего не говорила?» Мадара с сожалением закрыл глаза, чувствуя, как его снова начинает тошнить. Но парень не желал показывать вида, что это все из-за него. Ведь тогда и до сих пор он считал себя виноватым. Считал, что это он дурак, который тогда все испортил. Она и так в жизни всего натерпелась. А теперь еще и вы. Девушка задыхалась от собственного бессилия, а по ее щекам текли блестящие слезы, доказывая все, что она чувствует сейчас. А ведь все из-за них. Наши предки тоже решили над ней издеваться. Понимаешь? Надрывалась у зумки, громко всхлипнув и снова попыталась выбраться, причиния себе боль. Но ее взгляд все время был направлен куда-то вперед, куда-то сквозь всего, что было здесь сейчас. До сих пор не вери во весь этот бред. Ее взгляд был такой, пустой. Да ты вообще понимаешь? Хрипло завопила она, но тут же зашлась в кровяном кашле. Почему же так больно? Ну почему? Эти грибанные предки, которые испортили жизнь десяткам детей. И Элая была одной из них. Когда Мадара поднял на нее свой взгляд, девушка лишь горько усмехнулась. Ей было все равно, что с ней произойдет после того, как она расскажет. Как могли, ее уже унизили. Даже волосы отрезали. Но за что? За что с ними так? В чем у зумки так виноваты? Учиха все-таки не смог выдержать такого состояния девушки и подошел ближе. Он быстро и аккуратно расслабил концы веревки. Узумаки резко выдернула руки, потирая сожженные запястья. А потом перекрыла тяжелые веки, громко втягивая в себя воздух, чтобы успокоиться. Мадара присел с ней рядом, совсем не боясь, что она что-нибудь выкинет. Но тут девушка замолчала и наступила очень неприятная и отвратительная тишина рядом с кровью его врагов и ее родных. Парне было искренне ее жаль, но даже сейчас она старалась защищаться, будучи в таком ужаснейшем положении. Эта у зумаки была очень сильной духом, как и весь ее клан. Почему над ней издевались? Спустя пару минут спросил Мадара, смотря куда-то вдаль. Куда-то за горизонт и так далеко, куда всегда мечтал идти. Ему было тяжело осознать, что та сильная Лайя, которую он знал, позволяла над собой издеваться, а он этого даже не понимал. Когда-то давно предки начали ужасную традицию, которую продолжают до сих пор, спустя пару секунд ответила девушка, а на ее лице промелькнула горькая еле заметная улыбка. Кажется, она снова плакала. Ребенок каждого третьего поколения в семье должен быть отдан на запечатывание. Запечатывание. Не понял, чеха и сразу начал вспоминать все, где он мог об этом читать или знать. Но кроме того, что клан у зумаки профи в печатях, он ничего не мог вспомнить. Да, девушка открыла глаза и теперь тоже смотрела куда-то вперед, сквозь все, что встречалось на пути. Она хотела свободы, но эта свобода отдастся ей очень трудно. В человека можно запечатать любое живое существо, но не предмет. А предки пытались доказать, что возможно не живое. Сначала они запечатывали в свиток оружие, а потом уже и в свиток в ребенка. Мадара не хотел перебивать. Но у него было много вопросов. Зачем все это делать? Что они пытаются доказать? И разве человек после такого не умрет? А потом дети подвергались тяжелейшим тренировкам, чтобы суметь вызвать это оружие. Но, в итоге, единственное, что они получали, это то, что на их руках проявлялись эти отвратительные широкие браслеты, которые были просто невозможны снять и пробить. Узумаки нервно посмеялась, запрокинув голову чуть назад. Столько времени она молчала об этом, но и подумать не могла, что будет рассказывать об этом какому-то учихе. Долгое время никто не мог вызвать ничего. А самое страшное было то, что чаще всего оружие появлялось прямо внутри самого ребенка. Просто разрывая все органы изнутри. Столько детей умирали, но эти старики не могли остановиться. Они были уверены, что, если у них все получится, то это позволит быть лучше и сильнее, чем остальные кланы. Учиха понимал, что все это просто ужасно. И просто мерзко. Сколько детей умерли только потому, что должны были доказать, что умрут и ничего не выйдет. Но все еще не понимал, зачем. И через поколение, один мальчик смог вызвать конный, который всегда оказывался в его руке. Он оказался действительно сильным. Куда бы он ни бросал его, то мог вызвать еще раз, когда тот исчезнет. Это был огромный прогресс, который повлиял и на остальных и на то, что эти грибанные старики были правы. Но тот мальчик умер. Очень скоро. Потому что все это требовало огромной нагрузки для тела. Такой большой, что его организм просто не выдержал и у него просто остановилось сердце. Но за ним начали появляться такие же. Иногда были и те, кто тоже мог вызывать куны самым волшебным образом. Все они развивались и продолжали развиваться, хотя в конце концов все равно умирали. Это так ужасно. Но никто не хотел это остановить. Узумаки замолчала. Почему-то ей казалось, что она уже высказалась и больше не хотела особо ничего говорить. Но просто боялась, что это никто не узнает. Хотя уже давно пора. Тонкими руками она обняла свои голые коленки, чтобы было хоть чуть-чуть теплее. Снова послышался тихий вздох, а голова помутнела от нахлынувших воспоминаний. Столько всего всплыло в памяти, что Узумаки просто не выдержала и просто долго плакала, ведь наконец-то это было можно сделать. Этот Мадара оказался все-таки таким, как о нем и говорила сестра. «Эх, где же ты, Элая?» Очень тихо прошептала девушка, вызывая этим шепотом громкий стук сердца у сидящего рядом парня. Тот сразу закрыл глаза, тоже вспоминая эту борзую девчонку. Но помечтать ему все же не дали. Я родилась в третьем поколении, медленно продолжила Узумаки. Но я должна была занять место нового главы клана в будущем, а моя сестра оказалась девочкой с очень слабым здоровьем. Поэтому отец отдал ее вместо меня, чтобы даже не переживать, что с ней будет. Учиха повернул голову в ее сторону и удивленно посмотрел на грустную Узумаки. Но не понимал, почему теперь она говорит уже спокойнее. Так, как будто с самого начала, так и надо было сделать. Отправить Элая просто на смерть. Когда в шинобе запечатывают неживой предмет, это приносит страшнейшую боль. Дети постоянно терпят ацкие муки. Визжат и кричат, но взрослым все равно. Они ждут от них того, что они смогут выполнить предназначение. И тогда Элая тоже было больно. Тоже было. Но тогда почему? Почему она молчала и тогда тоже об этом не говорила? Всегда. Я всегда боялась за нее, но она этого не понимала. Элая делала все назло. Уже через несколько недель тренировок она смогла вызвать куны. И спокойно им владеть в любой ситуации. Все тогда были в ужасе. Никто не хотел с ней сближаться. А после того, как она так хладнокровно убила двух шинобе из клана Синджу ночью, просто встретив их, они начали бояться ее. Ведь наконец-то смогли создать того, кто бы мог выполнить традицию предков. Узума Кислава улыбнулась и чуть повернула голову в сторону, видя как Учиха совсем перестал ее понимать и даже вникать в то, что у них происходит. Для него это было невозможно. Ужасно, правда? В голосе девушки можно было услышать какую-то насмешку, хотя она была в истерике и просто хотела все рассказать. «Ты врешь», — немного подумав, — отрезал Мадара. Он не собирался верить в этот бред. Если ей так больно, откуда у нее столько чакры? И почему она вообще может что-то вызывать? Раньше, детьми контролировал этот цветок, но она вышла из этого состояния, сразу пояснила всю ситуацию девушка. Когда Лайя захотела продвинуться дальше, у нее не получалось и было видно, как ей очень больно тренироваться. Ничего не получалось, и тогда она ушла. Казалось, что в этот момент ей стало невероятно грустно от всех воспоминаний, которые уже покорили ее мысли. Она всегда чувствовала себя виноватой за сестры, но даже сейчас, зная, что та ее никогда не простит, она хотела жить дальше, хотела и мечтала всегда сказать ей «прости». Хотела, чтобы все было хорошо. Отец мертв. Матери нет. И, если, сейчас она умрет, то Лайя навсегда останется одна. Одна в клане узумки. В этом холодном, пропитанном кровью детей месте, ее не было неделю. И никто не знал, где она находилась. Отец ее искал, но сам не нашел. Вскоре она вернулась сама и, теперь, цепи, прикрепленные к браслетам с одной стороны и к катанию с другой. Это ее ограничение, которое она поставила. Ограничение. Мадара нахмурил брови, пытаясь вспомнить что-нибудь об этом, но все было бесполезно. Это был просто какой-то бред. Да, именно они сдерживают силу свитка и не дают выбраться клинкам ВН. Вдруг девушка резко начала давиться. Она скатилась на живот и встала на колени, опираясь руками на красную землю. Ее пробила судорога, а изо рта полилась густая кровь. Мадара резко привстал рядом на колени, даже не понимая самого себя. Почему он так беспокоится? Парень вернул девушку аккуратно на место и чуть подпредержал голову, чтобы она не захлебнулась собственной кровью. Перестань. Учиха не понимал, почему какой-то незнакомый человек заставляет переживать за него. Почему он расстраивался, видя, как она умирает у него на руках? Как же его раздражала эта глупая беспомощность? Он ничего не мог. А что бы сделала Элая? Что бы она сделала? Я? Девушка крепко схватила его за руку и, широко распахнув веки, посмотрела прямо в его глаза. Сколько там было ужаса и боли. Сколько отчаяния Мадара увидел в зеркалах ее души. Элая должна возглавить колон. На ее губах медленно начала появляться горькая улыбка, а из глаз снова потекли горячие слезы, мешавшиеся с кровью. Она уже не чувствовала ничего. И знала, что наверху уже заждался ее же клан. Дефис, передай ей. Прости. Прости. Как тебя зовут? Хоть Мадара и не знал ее, ему было правда жаль. Ириан, на! На выдохе прошептала изумки и перестала дышать. Учиха медленно опустил бездушное тело мертвой девушки на землю и со злостью ударил кулаком в землю, оставляя дыру. Твою мать! Парень резко замер. Застыл, не в силах сделать ничего. Ее уже не вернешься к жизни. И больше ничего не исправить того, что натворила эта жестокая война. Ничего. Все, что было уже никто не сможет восстановить. Даже союз. Все слишком бессмысленно. Но тогда почему он так жаждет этой силы? Этой великой могущественной чакры, которая бы смогла разрушить все и продолжить эту ужасную войну? Ириана. Мадара быстро развернулся, уже готовясь доставать катаны, когда услышал голос за спиной. И то, что он увидел, заставило его понять, что на сегодня это было последнее, что могло его добить. Эл. Перед ним стояла уже знакомая девушка, которая с ужасом смотрела на всю эту кровавую картину, широко распахнув свои темно-фиалковые глаза. Ириана. Узумаки начало тяжело дышать, дыхание становилось прерывистым и громким, а от злости девушка сильно сжимала кулаки так, что аж побелели костяшки пальцев. Т. Эй! Взревела она, стоя на месте и теперь смотрела только на Мадару, который даже и не знал, как остановить разъяренную девушку. Он видел, как ее волосы медленно меняли цвет волос, становясь алыми, и полностью доказывая свой клан. Что ты наделал? Узумаки не шевелилась. Она стояла на месте и дрожала от гнева. Что? Что же он наделал? Да как он... мог? Элая, я... Учху хотел рассказать ей все, что сказала ему ее сестра, но она даже не дала договорить. Что? Ты... наделал? Волна чакры резким ветром со страшной силой снесла все ближайшие объекты, но Мадара смог устоять на ногах. Элая была в гневе. Бешенство окутало ее ауру и поедало изнутри. Да как ты посмел тронуть Ирианну? Узумаки подняла руку вверх, собирая чакру, а потом со всей дурью воткнула ее в землю, вызывая жуткий взрыв ветра, разгоняющий все на своем пути. Учху прикрыл лицо рукой, чтобы пыль не попала в глаза, но пронзительному ветру все-таки удалось отодвинуть его на пару метров назад. Только вот Мадара не понял, что произошло, потому что, внезапно, вокруг них, снизу вверх начала подниматься стена. Ее темные краски напоминали цвет ниндюцу девушки. Это было похоже на стену, выстроенную из темно-фиолетовых отражений, похожих на далекий космос, покрытый прекрасными звездами. Но совершенно не это удивляло Учху. Проблема была в том, что он наконец-то узнал этот прием. Это техника. Все это теперь объясняло парню и название ее прошлой техники, абсолют, и цвет ее отражений. Все было ясно как день. Невозможно. Мадара с уважением посмотрел на девушку, которая, тяжело дыша, чуть ли не плакала от злости. Ее дыхание было таким громким, что Учху слышал его почти через пять метров от нее. Но все это еще больше поразило его. Это техника. Парень сделал шаг ближе и смотрел, как стена возвышается все выше и выше, доходя до самых небес. Дефис – абсолютный геном? Шепотом спросил он у самого себя и только теперь до него дошло, что он уже не выйдет из этой замкнутой круглой стены. Потому что вместо всего другого Элали выбрал третий вариант этой техники. Мадара всегда мечтал усовершенствоваться до абсолютного генома. Уже столько лет. Ведь это не какой-то расширенный или улучшенный, а абсолютный. Если только некоторые могли позволить себе совмещать два элемента или даже три, то тот, кто сможет овладеть абсолютным геном, будет совмещать все элементы. Эта стена, что появилась вокруг них, не даст никому ни зайти, ни выйти, потому что это абсолютная защита. И очиха из-за этого даже немного разочаровался в ней. Есть два пути абсолютно генома – защита и атака. Выбрав защиту, нельзя пользоваться атаками с помощью генома и наоборот. Ведь этот геном не позволяет идти сразу двумя дорогами. Элай выбрала никчемную защиту. Зачем это вообще нужно, если ты будешь слаб? Тем более, что она заперла их обоих в одной же клетке и теперь не сможет пользоваться никакими атакам. Хах. Хах. Глупая женщина. И все-таки баба мне место на поле. Волны чакры все еще исходили от нее, но они уже не были такими сильными. Казалось, что она просто окружает себя этой ненавистью, но все равно стоит не двигаясь. Это не я, Мадара глубоко вздохнул, понимая, что боя с ней не избежать теперь. Я тебе не верю. Наконец-то девушка пошевельнулась и с огромной скоростью начала нападать. Что? Учиха нагренно поднял одну бровь в недоумение, сразу ищая слабые места этой назойливой девчонки. Вечно с ней одни проблемы. Вечно она хочет, чтобы все шло как ей нужно. Наглая эгоистка. Умерла сестра? А что же она делала раньше? Где была, когда сестрица была при смерти? Элая откинула правую руку назад, и начала зажимать пальцы, как будто что-то брала в ладонь. Именно так впервые увидел эту технику Учиха. Но теперь он знал, что это. Она призывает силу свитка. И с ним такое больше не прокатит. Теперь же Мадара холодно и трезво оценивал знакомую ему ситуацию. Она снова нападает снизу, а значит в этот раз у нее ничего не выйдет. Элая уже призвала к Танну и вот-вот собиралась ей разрезать Учиху напополам, чтобы отмстить за свой клан. За все, что сделали эти Синджу и Учиха. Как она вообще может верить тому, кто убил всех ее родных и друзей? Да как он посмел это сделать? Сестра. Ее удар снизу был очень мощным и Учиха это знал. Он до последнего ничего не делал, следя за всеми ее движениями. И, когда она была всего в полметре от него, то парень быстро сделал шаг вперед, перехватил ее за серебряный браслет и выдернул руку, резко уложив ее на землю так, что она ничего не поняла. Это скорость и это сила. Что? С ним то, что случилось? Как он вообще смеет быть таким ужасным эгоистом? Таким отвратительным, ужасным и... Кота она сразу же исчезла из ее рук, но Учиха не пытался понять, почему. Теперь он полностью прижал ее к земле и покрепче перехватил запястье, чтобы она даже не смогла двигаться. Сила. Им двигала злость и сила. Эта грубая девчонка даже слушать его не стала, возомнив из себя черти что. Думает, что она тут самое главное. С чего он вообще взял, что она сильная? Мадара настолько злился, что перестал себя контролировать и покрепче перехватил запястье с браслетами. Не веришь? Усмехнулся Учиха и наклонился ниже, всматриваясь в лицо уже испуганной и тоже невероятно злой девушке. Мне? Мадара долго смотрел на то, как дрожат ее ресницы, морщатся зажмуренные глаза и от ужаса приоткрыт рот. Она даже не дышала. И парень этому был очень рад. Она его боялась, а это все еще говорило о его власти. Но чем дольше он всматривался, тем больше понимал, что эта дрожь вызвана не страхом. Нахмуренные брови и закрытые глаза говорили о том, что ей больно. Она же постоянно сжимала челюсти так, что они бы сейчас треснули. Но почему? Он не держит ее до такого, чтобы сломать. Почему тогда она начинает выгибаться из-за боли? Почему, когда чуть приоткрывает глаза, он видит, как в них отображена вся боль и отчаяние, которые только можно было видеть? Учиха резко отпустил ее запястье и сел в стороне, посматривая на то, как она делает резкий вдох, как будто все это время не дышало. Девушка медленно перевернулась на бок, прижимая руки к груди и пытаясь избавиться от всей этой боли. Он что, догадался? Нет, этого не может быть. Это же единственное ее слабое место. Он не мог. Просто не мог. У Зумыки было больно. Очень больно и страшно продолжать всю эту битву, что здесь произошла. Не хочу. Только для себя прошептала Лайя. Она ничего не хотела. Больше ничего. Хватит с нее этой войны. Она больше не хотела ни сражений, ни битв. Девушка только сейчас поняла, насколько она устала от всего. Отец ее ненавидел и даже не желал знать, но в итоге просто погиб. Из-за собственной и никому не нужной гордости. А сестра, единственного человека, ради которого ей так хотелось жить, просто убили. Убили и даже не дали попрощаться. Ильяна Мадар с сочувствием наблюдал, как девушка еле поднялась на ватные ноги и медленно прошла к огромной куче из телефон, на колени падая рядом со своей родной старшей сестрой. Прости, Лайя была просто убита. Она не знала, что теперь делать. А ведь все это из-за нее. Если бы она только успела прийти сюда раньше, ничего бы этого не случилось. Прости. Она просто согнулась напополам и долбила всей рукой по земле, понимая, что ничего не изменить. Никто бы не умер. Прости. Прости. Все остались бы живы. Прости. 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 Узумыки громко разрыдалась, не в силах больше терпеть. Ее крик далеко разлетелся по долине, а быстрый ветер подхватил и унес его еще дальше. Он словно хотел, чтобы все услышали то, что она чувствует. Как же она устала от всего. Хватит. Господи, прошу тебя хватит. Все, что происходит, это бред. В битве все происходит так, как не должно быть. Так, как нельзя себе даже представить. Кто же теперь станет главой, если не ты? Узумыки запрокинула голову назад, надеясь посмотреть на далекое такое голубое небо. Посмотреть просто в никуда, чтобы забыть то, что здесь произошло, чтобы слезы не заливали глаза, чтобы просто увидеть мир. Дефис, если не ты, слышишь, Ильяна. В этот момент на ее лицо упала холодная капля воды, а затем на землю и рухнул ливень. Все больше не имело значения. Илья была в полной растерянности. И даже не знала, что делать ей и что же будет делать клан. Стало очень холодно. Казалось, что дождь превратился в серную кислоту, которая разъедала одежду и уже касалась кожи. Как же ей просто хотелось домой. В то самое тепло и любовь, которой у нее просто не было. Как же ей хотелось жить так, как будто она самая обычная девочка и снова просто играть с ребятами на речке, зная, что все будет хорошо, но тогда почему? Почему? Внезапно что-то теплое угнило ее со спины и замерло. То тепло, которого ей так не хватало, было прямо здесь. Зачем, Мадара? Что все это значило? Зачем ему вообще это было делать? Ведь он убил их всех. Всех. Тогда, что он сейчас делает? Успокаивает ее гнев и невыносимую боль после того, что сделал? Зачем ты убил их? Учиху молчал. Он хотел было сказать, что это все сделали Синджу, чтобы она ненавидела их. Чтобы, в итоге, они объединились и победили этот чертов кровавый клан. Но просто ничего не мог сказать. Я так скучала. Элай закинула голову и смотрела прямо наверх. Прямо туда, в это затянутые тучи мне небо и плакала. Ее горячие слезы сливались с жутким ливнем и она уже не чувствовала ничего. Узумаки думала о том, что было бы неплохо, если бы всю эту ложь, кровь, невыносимую боль смыл дождь. Успокоил ее душу и тогда бы над головой появилось солнце, а война закончилась. Ты, я и Хаширма. Мадара все еще молчал, крепко прижимая девушку к себе и словно пытаясь успокоить. Она такая наивная и маленькая. Ничего не знала о том, что творилось за спиной, а самое главное никогда ничего и не говорила. У нее дар, который она скрывала за детской улыбкой. И ненавистный, как казалось, клан, который она очень любила. А теперь, все что у нее осталось было лишь, ничего. Я так хочу обратно. Даже, если ты вернешься, то ничего больше не найдешь. Мадара хотел сказать это как можно мягче, потому что с каждым разом, когда ее видел, испытывал к ней какие-то неопределенные чувства. В какой-то степени Элая раздражала Мадару, но как же все-таки хотелось быть сильным в ее глазах. Узумаки не помнила, как долго они так сидели и молчали, а Мадара даже не хотел знать об этом. Именно поэтому они даже не заметили, как за ними наблюдали. Шиноби, прячущийся за деревом, грустно улыбался, смотря на всю эту картину. На его одежде было много пятен от крови. Казалось, что он жалел об этом, крепко сжимая катану в правой руке. Но, сейчас, смотря на двоих, в его глазах промелькнула добрая искра, и казалось, что он вспоминает далекое детство, где был счастлив. Как же он не хотел этих войн. Как же желал остановить эти жестокие бои. Но, если он появится передучей Узумаки сейчас, то это не закончится хорошо. Именно поэтому, еще недолго так простояв, он развернулся спиной к полю, на котором прошла ужасающая битва, и скрылся в лесу.